На биржевых торгах за истекший период 2017 года реализовано 5,4 миллиона тонн нефтепродуктов. Это рост по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, рост примерно на 7%. Я так напомню, что в целом мы сейчас с точки зрения объемов биржевой торговли находимся на уровне, приближающемся к 20% объема поставок на внутренний рынок с точки зрения роли биржи в ценообразовании. Из новых тем, что мы сейчас видим, кратный рост биржевой торговли с угами. Все основные производители с угами на бирже уже торгуют. В конце прошлого года присоединился Сибур, и на сегодняшний день и Роснефть, и Газпромгазоэнергосеть, и Лукоил, и Сургут, и Газпромнефть, и Сибур, и Сургутнефтегаз все с угами на бирже начали торговать. Сейчас задача выйти уже на показатели, соответствующие требованиям совместного приказа ФАС и Минэнергопосудам, что даст возможность биржевой индикатор уже применять как настоящий рыночный индикатор, что собственно нужно не только государству, но и самим компаниям. Сами компании тоже об этом много говорят, поэтому мы ждем, что в этом году до соответствующих показателей рост произойдет. Из значимых проектов, которые хотелось бы отметить, которые сейчас находятся в стадии реализации, много о них знаете, я не буду подробно говорить. Это тематика с оператором товарных поставок. Мы потренировались в свое время на пилотном проекте с петербургской топливной компанией. Естественно, и шишки набили, и положительный опыт получили. Но этот опыт дал возможность сейчас в сотрудничестве с Транснефтью строить уже большой проект, по которому Транснефть получит статус оператора товарных поставок. И осенью мы надеемся этот проект уже запустить в стадию реализации. Уже об этом много говорилось, не буду повторяться. Цель понятна. Ускорить получение нефтепродуктов, ускорить исполнение биржевых сделок и кратно сократить сроки поставки. Движемся в плане, все нормально, так что ждите новостей. Мелкий опыт, не могу тоже не отметить, это достаточно важная тема, которую мы сейчас в сотрудничестве с несколькими компаниями двигаем по всей стране. Плановые сроки запуска, это тоже дистанция длиной нескольких месяцев. Так что следите за новостями. Думаю, что мелкий опыт, конечно, серьезно повышает и доступность, и демократичность, и повышает эффективность с точки зрения самих компаний в реализации своих нефтепродуктов. Мы видим на самом деле сейчас очень большой всплеск интереса к инструментам срочного рынка, причем не только по нашим экспортным историям, поставочный фьючерс на экспортную нефть, но и большой всплеск интереса к инструментам, которые мы развиваем по внутреннему рынку нефтепродуктов. Мы регулярно общаемся с участниками торгов, как трейдерами, так и, собственно, компаниями, и по обращению нескольких компаний уже открыли новые базисы, запустили новые инструменты, поставочные фьючерсы на балансовых пунктах, на Нижнем Новгороде, на Перми. Это в точках расположения крупных НПЗ. В общем, приходит, я бы сказал, на рынок понимание, что этот инструментарий нужен, важен, и что самое главное, мы видим, что внутри нефтяных компаний создается инфраструктура, которая способна с этим инструментом работать. Трейдеры, риск-менеджеры, налоговики, бухгалтера, юристы, вот они сейчас этот механизм постигают, пробуют на себе, и думаю, что срочный рынок – это тоже интересная тема с точки зрения 2007 года. Ну и, соответственно, далее.